Здравствуйте, в студии Александр Кошапов. Начинаем программу «Парадокс». Она будет посвящена гособоронзаказу и всем страстям, которые сейчас накаляются вокруг этой сферы. Первая часть программы будет посвящена, собственно, возможности допуска малого и среднего бизнеса к исполнению за деньги, оборонзаказа. И вторую часть мы, естественно, посвятим животрепещущим вопросам, такие как аресты фигурантов оборонных, всяких дел уголовных, либо возможности с перспективы уголовных, снятие обвинений госпожи Васильевой, почему до сих пор не могут арестовать Сердюкова. И сегодня в суд решит вопрос с арестом бывшего гендиректора ВАЕН телекома. Все эти вопросы мы разобьем в течение часа в этой программе. У нас гость Иван Поляков, это гендиректор радиозавода имени Попова. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. И второй наш гость, президент Организации опоры России, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Причалов. Добрый день. Александр, добрый день. Ну и обоим гостям вопрос, возможно ли мялому бизнесу, среднему бизнесу участвовать, работать на государство в оборонной сфере? Да, давайте, наверное, начну я. Ну, естественно, возможно, немножко о цифрах. 2012 год показал, что из тех 10% в квоте, которые обязательны для госзакупок малому бизнесу, малый бизнес участвовал не более чем на 5%, а точнее 4,8%. Если, значит, учитывать, что с 2014 года квота увеличится до 15%, то это примерно 900 миллиардов рублей. То есть очень серьезная подспорья для предпринимателей, для развития своего бизнеса. Как я уже говорил, линейка, так сказать, причин, почему, значит, не используют полноценно всю квоту, она разная. Это и неинформированность бизнеса, и там неграмотность, но, наверное, в меньшей доле. Ну и второе, это все-таки вот те самые нарушения, которые сейчас у нас многочисленные в госзакупках имеются, и с которыми, в общем, мы боремся для общественского народного фронта. Это одна из основных задач. Не случайно с 1 сентября мы запустили сайт за честные закупки. Именно для того, чтобы усилить эту борьбу и сделать госзакупки более прозрачными, ну и, соответственно, допуск малого бизнеса, малого и среднего бизнеса к госзакупкам сделать более реальным. Поэтому, да, возможно, но здесь такая большая-большая работа и самого бизнес-сообщества, и экспертного сообщества. В общем-то, чем мы и занимаемся. Ну вот вы сказали информированность. Вот сейчас наши слушатели едут в автомобилях, возможно, стоят в пробках и вот думают про себя, чем бы заняться. Как бы предприниматель мог себя проявить на военном поприще? То есть я понимаю, что сфера достаточно секретная, если не наполовину, то, может быть, на треть точно секретная. Некоторые вещи просто люди не знают и не могут знать, что они могут дать государству на военном поприще. Может быть, что-то можно рассказать на эту тему? Ну, давайте будем все-таки стараться быть максимально объективными. Да, Иван. И, в частности, нужно сказать о том, что большинство предприятий, которые являются поставщиками продукции по государственному оборонному заказу, являются сами по себе субъектами среднего и малого предпринимательства. Особенно широкую практику привлечения субъектов малого и среднего бизнеса это получило при министре обороны Анатолии Сердюкове, когда большое количество предприятий вовлекалось в сферу оказания услуг в интересах Министерства обороны и вовлекалось в том числе и в сферу поставок различных групп товаров. Очень важным является то обстоятельство, что нам нужно стараться не только вовлекать малый и средний бизнес, нам нужно еще понимать способность малого и среднего бизнеса качественно исполнять свои обязательства перед государством. Вообще, способен ли бизнес малый и средний брать на себя обязательства по поставке отдельных образцов вооружения и военной техники? Взять-то он их может, а сможет ли он их исполнить? Будем ли мы иметь тот результат, который необходим обществу в целом, стране в интересах обеспечения обороны и национальной безопасности? Это очень серьезный вопрос и мне кажется, что таким предпринимательским объединением, как «Опора России», «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата» было бы неплохо подумать о том, чтобы наравне с государством, которое формирует перечни недобросовестных поставщиков, начать формировать перечни добросовестных поставщиков. К огромному сожалению, действующее законодательство и нормы печально известного 94-го закона не вводят такой категории, как репутация поставщика. Эта категория отсутствует как таковая, она не значит ничего и не может быть в настоящем времени капитализирована. На мой взгляд, это представляет из себя большую проблему и это тот пласт работы, который нам предстоит проделать. Иван, я добавлю буквально, очень важно в нашей дискуссии разделить. Вот номенклатура товаров и услуг, продукции, которая уставляется на гособоронзаказы, она, конечно же, очень разная. Безусловно, нам не надо сваливаться в крайности и говорить о том, что малый бизнес, у нас много компаний, которые готовы там ядерные какие-то реакторы или новое вооружение поставить. Но у нас же много случаев, в том числе и публичных, когда, извините, вместо качественных бронежилетов покупалось некачественное, извините, это вопрос жизни, да, и жизни военнослужащих. Огромная часть того двухтриллионного бюджета, который на гособоронзаказ выделен, я считаю, что можно смягчить и предквалификацию, да, не закрываясь за военной, за государственной тайной. И так далее. Поэтому здесь очень важно в дискуссии, повторюсь, разделить. Одно дело ракеты и вооружение, другое дело это услуги, это сопутствующие какие-то там, значит, продукции, необходимые для быта, для жизнедеятельности, значит, военнослужащих и так далее. Потому что у нас сейчас дискуссия очень часто, особенно на нашем круглом столе, который вы как раз моделировали, Иван, в общем-то, сваливались все к тому, что вот самолеты, атомные подводные лодки, ну, как-то вот брали по стратегическому. Ну, конечно, повторюсь, не надо в крайности сваливаться, там вы совершенно правы. Это очень важно разобраться, кто может поставить, кто действительно, значит, отвечает за свою продукцию. Но акцент я хотел бы сделать на то, что у нас огромная, значит, номенклатура услуг и продукции, прикрываясь там вот за государственную тайну, на самом деле абсолютно не соответствует этим требованиям, и малый бизнес мог бы больше быть доступен. Почему мы взяли тему гособоронзаказа? Ну, 2 триллиона, я уже сказал. Это на какой период, Александр? Это в год. В год? 2 триллиона в год? То есть, получается, вот эти вот самые 20 триллионов, ну, или почти 19 триллионов рублей? Самая большая часть – это гособоронзаказы, это нормальная абсолютно ситуация, потому что оборона страны, она должна быть в приоритете. Но при этом, при этой большой сумме, у нас это самая закрытая часть из всего госзаказа. Поэтому у нас, чтобы и у Народного фронта нет категорически такой цели, вот во что бы то ни стало, растрясти там, открыть все секреты, ни в коем случае. Мы хотим объективно разобраться в ситуации. Мы продолжим обсуждать через выпуск новостей, он будет небольшой. Напомню, что мы сегодня обсуждаем гособоронзаказ и доступ малого и среднего бизнеса к военному поприщу России. Телефон студии 6510996, код города 8495, либо пишите нам на сайт своими вопросами, предложениями, либо оценками ситуации finam.fm. И, напомню, через минуту-полторы мы вернемся в студию Finam.fm. Мы снова в прямом эфире, это программа «Парадокс» и я, Александр Кошапов. Подключайтесь к разговору по телефону 6510996, либо пишите на сайт finam.fm. Гости нашей сегодняшней программы – гендиректор радиозавода имени Попова Иван Поляков, и Александр Бричалов – президент организации «Опоры России». Ну и возвращаясь к теме того, что может малый и средний бизнес дать России на военном поприще, я бы хотел спросить у Ивана, какая ниша не занята, какие товары, ну кроме известного предложения военторга, там военная форма, камуфляж, газовые баллончики, значки, фляжки, что может еще малый и средний бизнес преподнести России на этом поприще на военном? Ну, прежде всего, мне кажется, что малый и средний бизнес может более активно занять позицию в области поставки различного рода услуг в интересах различного рода государственных заказчиков. Это такой главный приоритет и главная ниша, где можно вполне себе развернуться. То есть контрактные военные плюс сервис на службе техники? Кроме того, малый и средний бизнес может еще быть более активно вовлечен в процесс участия в крупных поставках на уровне получения различного рода субподрядов от головных исполнителей. Что очень важно, я бы все-таки хотел акцентировать внимание на том, что наряду с необходимостью развивать конкуренцию в области поставки оборонной продукции, нам очень важно не упустить из виду возможность и требовательность качественного исполнения взятых на себя обязательств. Государство должно быть гарантировано в том, что продукция и взятые обязательства будут исполнены, продукция будет поставлена, она будет функционировать в полном соответствии с заявленными требованиями. Это чрезвычайно важно, поскольку общественная опасность неисполнения обязательств, ну, прямо скажем, не идет ни в какое сравнение с общественной опасностью в иных случаях недобросовестного исполнения взятых на себя обязательств. Поэтому мне кажется, что мы должны об этом помнить, и прежде всего общественность могла бы здесь подумать над поиском дополнительных механизмов и инструментов, которые позволили бы нам всем повысить эффективность функционирования этой сферы в целом. Вот на вашем портале за честные закупки onf.rf была указана, помимо суммы, на которую было совершено сомнительных закупок, это 35 миллиардов рублей, и уже есть многомиллиардные суммы опротестованных закупок. Помимо этого, на вашем сайте указано то, что некоторые дискредитировавшие себя компании вновь участвуют в конкурсах. Да, к огромному сожалению, такая практика имеет место быть, когда из года в год... Это низкая конкуренция среди, или... Это настойчивость заказчиков пролоббировать, условно, свои, значит, компании, вот. В том числе и вследствие отсутствия реальной конкуренции на рынке. Я хочу еще обратить внимание, что мы не должны забывать о том, что за тезисами о необходимости развивать конкуренцию и привлекать малый и средний бизнес, мы не должны создать такие условия, когда национальный бизнес в целом окажется в условиях полной неконкурентоспособности на мировом рынке. Ведь сфера государственного оборонного закупок и заказа, это сфера, это основной ресурс развития инноваций, модернизации страны, а, соответственно, появление новых высокотехнологичных продуктов, которые мы должны представлять на мировом рынке и захватывать все новые и новые ниши, захватывать и стремиться к получению большей доли. На этом мировом рынке вы знаете, что, к сожалению, российские продукты имеют минимальную долю, возможно, из всех крупных держав в высокотехнологичном секторе. Мы не должны забывать о наличии этой задачи. Один из калашников и танки. Ну, вы знаете, калашников и танки это тоже немало. И мы должны подобного рода успехи, которые были достигнуты в советские времена, по крайней мере, не потерять, а желательно развить уже сегодня в настоящих условиях. Насчет вот мировой экспансии военной, но, конечно же, мирной военной экспансии, доля российских танков на мировом рынке до 2016 года уже составит почти 50%. То есть российское производство вот этой тяжелой бронетехники, она займет почти половину рынка. Об этом заявил очень видный военный эксперт Игорь Коротченко, директор Центра анализа мировой торговли оружием. То есть вот мы переходим к таким уже от малого среднего бизнеса. Да, при этом наличие 13-й статьи в законе 94-м о приравнивании статусов иностранных поставщиков и российских привело к тому, что в области телекоммуникаций сегодня тот же Ростелеком, как крупный национальный оператор связи, ну, более чем на 70% оснащен решениями и технологиями иностранного производства. Это опасно. Это чрезвычайно опасно. В плане того, что доступ к каким-то секретным документам, говорить проще, через вот эти вот высокотехнологичные... Это опасно формированием серьезной технологической информационной зависимости от иностранных поставщиков. Вот если проводить параллели с конфликтом 2008 года с Грузией, когда GSM было отключено, точнее GPS было отключено, а нашего собственного ГЛОНАСС еще не было внедрено. И из-за того, что отключили GPS, наши некоторые, скажем так, машины, которые ориентировались по GPS, они не могли сориентироваться. Ну, это весьма упрощенное понимание. Все-таки давайте мы будем справедливыми. И нужно говорить, что российская военная техника никогда не оснащалась серийно приемниками GPS. Это глубокое заблуждение, это неправда. И проблема, с которой мы столкнулись на Северном Кавказе, она носит комплексный характер. Из этой проблемы были руководством страны сделаны правильные выводы. И сейчас идет работа большого количества людей над тем, чтобы подобного никогда не повторялось. В том числе и над решением этой задачи работают специалисты радиозавода имени Попова. Поэтому это не совсем правда. Спасибо, Иван. Александр, а у меня к вам вопрос. Вот мы собираемся захватить полы рынка танков, а как обстоят дела с другими державами крупными, которые тоже имеют веское слово на оборонном рынке? Спасибо. Я все-таки хочу откомментировать ситуацию по Ростелекому. Но, знаете, у меня нет сомнений. Я езжу много по территориям, посещаю бизнес-инкубаторы, IT-парки. У меня нет сомнений, что если была бы сформулирована задача бизнесу, запрос отраслевой, то мы бы нашли решение. И малый бизнес, и особенно в научной сфере, нашли бы решение не менее качественное. Я уверен, что менее дорогостоящие, значит, для решения задачи Ростелеком. Потому что здесь очень такая многопрофильная задача, желание топ-менеджмента заключить с кем-то контракты, ну и так далее. Я с Иваном согласен в этом смысле. Конкуренция очень важна. И в том числе, и особенно в этой сфере безопасности. Что касается, значит, подобных историй, ситуаций в мире, а именно участия малого и среднего бизнеса в гособоронзаказе, вот занятная информация. Я на сайте, значит, малого бизнеса США посмотрел данные для информации. На 2012 год квота для малого бизнеса в гособоронзаказе США составляла 22%. Исполнена она была на 20,5%. То есть практически вся эта... Да, это 22%, это, что называется, прямых контрактов, а через субконтрактацию суммарно 36%. И стоимость 56 миллиардов долларов. То есть это... В прошлом году. Да, это в прошлом году. Поэтому, ну, это больше, чем у нас весь отечественный гособоронзаказ. Но я вне... Вопрос не в цифрах сравнения, а в доле участия малого бизнеса у меня нет сомнений, что, значит, гособоронзаказ США не меньше, значит, не менее трепетно относится к своим государственным тайнам. Еще бы они столько войн ведут. Тайном, да. Но при этом вот такую... Вот такую большую долю составляет... И это государственная политика. Это не только гособоронзаказы, поверьте. Мало того, что самое интересное, что в том же гособоронзаказе есть отдельная квота для женщин-предпринимателей, для инвалидов, да-да-да. То есть настолько вот поддержка малого бизнеса, предпринимательства в стране, она абсолютно в тренде и, значит, вверху на уровне, значит, президента и так далее, и на уровне исполнительных органов власти. Что, к сожалению, к огромному, у нас пока это не так. Да, мы двигаемся к этому, но тот же самый 44-й филиальный закон, я уверен, что будет очень острая дискуссия по правоприменительной практике, поскольку та же предквалификация участия малого бизнеса в гособоронзаказе, она такая очень интересная. Например, один из пунктов, не допускается к конкурсу, если не имел, значит, опыта взаимодействия, так, значит, заказ Минобороны, к примеру. Ну, то есть это отсекает... Почти, чуть ли не всех. Да, знаете, как в КВН, да, значит, вот хочу дать указ, что в президентских выборах может участвовать тот, кто уже был президентом. То есть это примерно так звучит. Поэтому, ну, опять же, для этого же мы такую огромную работу развернули, не только сайт, который является элементом за честные закупки, но и в целом это большая экспертная работа, чтобы внести соответствующие поправки, сделать доступ разумно облегченным, в том числе и к гособоронзаказу. Спасибо. У нас еще есть полторы минуты. Мы посвятим их контактам. Нашей студии 6510996, код города Москвы 8495. Звоните. Или попишите нам на сайт финам.фм, на страничку программы «Парадокс». Напомню, мы сегодня обсуждаем гособоронзаказ, и, возможно, участие малого и среднего бизнеса, предприниматели, которые, возможно, далеки от военной сферы, в исполнении оборонных и военных заказов Российской Федерации. Гость нашей программы Иван Поляков, гендиректор радиозавода имени Попова, и Александр Бричалов, президент Организации «Опор России» и член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Во второй части мы программы обсудим, точнее, поднимем, возможно, такой серьезный вопрос, который иногда стараются замолчать, это коррупцию в сфере оборон заказа, а также громкие дела в сфере обороны заказа. Ну и приведу цифры, которые взял с сайта зачестныезакупки.онф.рф. 13 общественных организаций стали участниками проекта по вскрытию недоброкачественных закупщиков, и благодаря им было выявлено почти сотня сомнительных закупок на сумму более 35 миллиардов рублей. И снова здравствуйте на «Финам.ФМ.Парадокс». Меня зовут Александр Кошапов, гость нашей студии Иван Поляков, гендиректор радиозавода имени Попова и президент Организации «Опора России» Александр Бричалов. Обсуждаем госзакупки в сфере оборон заказа. Ну и, как мы уже обещали, во второй части мы посвятим некоторым громким делам. Сегодня суд решит вопрос с арестом бывшего гендиректора воен-телекома Николая Тамодина. Его подозревают в хищении почти миллиарда рублей у Минобороны. Ну вот эту тему высоких технологий мы уже обсудили. Я так понимаю, вопрос к обоим гостям, Иван, Александр. Контролирующие органы были просто недопущены из-за того, что предприниматель недобросовестный прикрывается грифом совершенно секретно, военная тайна, государственная тайна, чем угодно, и в результате допускает выпуск продукции, которую как он хочет, а когда доходит до заказчика, то выясняется, вот эта вот продукция, она не соответствует этим требованиям. Соответствие или несоответствие требованиям по поставляемой продукции и возможность проверить это соответствие никак не зависит от того режима, в котором эта поставка осуществляется. То есть секретно это или не секретно. Неправильно здесь, вот, собственно говоря, смешивать эти две вещи. Ну а что касается приведенного вами примера, то, насколько нам известно, данному господину, данный господин подозревается в том, что он не исполнил надлежащим образом свои обязательства перед государством, перед Министерством обороны, поставил недоброкачественную продукцию, и, собственно, вполне резонно государство сейчас задается вопросом о привлечении данного лица к ответственности. Мне кажется, что все-таки общественная опасность подобного рода деяний, она, как я уже говорил, гораздо выше, чем просто банальное мошенничество или чем какое-нибудь рядовое хищение, поскольку затрагивает вопросы обороны и национальной безопасности. В конечном итоге мы с вами являемся заложниками действий, каких-то противозаконных действий этих людей. Поэтому в идеале, в идеале, как представители общественности, я бы, наверное, согласился с мнением о необходимости переквалифицировать общественную опасность таких деяний. Уж не знаю, к каким их нужно относить, нужно ли их квалифицировать как диверсия, например, поскольку тоже по некоторым признакам такие деяния подходят. Или вводить какие-то иные квалификации, здесь законодатель, наверное, должен думать, но то, что степень общественной опасности действий, направленных на ущерб обороне национальной безопасности, безусловно, выше, это факт. И я считаю, что с такого рода фактами нужно бороться. А мы, как общественность, можем лишь предложить свои услуги, свою помощь, в том числе и общероссийский народный фронт, площадка которого идеально подходит, и проект «За честные закупки», для того, чтобы начать процесс мониторинга, создания условий и предпосылок для недоброкачественного исполнения обязательств всеми, без исключения, исполнителями. Работники предприятий, профессиональные союзы, эксперты, журналисты, все могут быть вовлечены в эту работу. Когда вам становится известно о тех или иных фактах, или вы с этим сталкиваетесь на своем рабочем месте, или вас принуждают к тому, чтобы использовать заведомо недоброкачественную комплектацию, несертифицированную, не знаю, создавать приборы, устройства, ракеты, пушки, которые не будут соответствовать изначальным заданным тактико-техническим свойствам, вы можете нас информировать, и мы будем реагировать, будем информировать компетентные органы, антимонопольную службу, розборонзаказ. Поэтому я считаю, что это очень важно. Я хотел бы добавить очень хороший пример, вы привели. Я с Иваном вообще-то полностью согласен. Это совершенно другая должна быть степень мира ответственности. Я приведу пример. У меня первое образование в военном училище, и как раз-таки оно такое было режимное. Спецсвязь, режим секретности. Так вот, каждый курсант очень четко понимал, что на те предметы, которые на секретных кафедрах, если ты принесешь шпору, что называется, то есть вынесешь всю информацию с территории и так далее, то это отчисление. То есть была мера ответственности. Вопрос не в том, что кто носил, там риск брал или нет, но на самом деле я не знаю тех, кто пользовался этим. Почему я этот пример привожу? Понимаете, у нас такая... Вот я считаю, что это очень плохая тенденция. Когда у нас такие люди на таких позициях отделываются потом 5 лет условно, он там под миллиард рублей растратил, значит, ну вот не доказали. А при этом, ну понятно, что в общем-то велик солблазн рискнуть. Но все равно же, наверное, не посадят. Вот о чем идет речь. Поэтому здесь это когда моков меч должен быть. Если ты занимаешь такую позицию, допускаешь вот такие ситуации, ну, у меня даже комментариев нет. При этом, что волнует сообщество, допустим, даже бизнес-сообщество. У нас последний яркий пример в Хабаровском крае, значит, ну не совсем доказан, но в общем вменили 4 миллиона ущерб рублей государству, а 4 года человек получил, и 40 тысяч, и 400 тысяч должен компенсировать, значит, там, потери и так далее. Ну вот это не соизмерение. И тут же пишут, я сейчас повторюсь, о том, что там 378, что ли, миллионов чиновников из Москвы, да, там, из префектуры. Да, вроде бы все доказали, и 5 лет условно он получил. Вот это, конечно, перекос. Вообще, в целом, и то, что Иван сказал, особенно в этой сфере, он, конечно, здесь надо менять ситуацию однозначно. Ответственность, наверное, наказание должно быть неизбежным за такие ситуации. Вы знаете, ну, угроза наказания, я хочу дополнить, угроза наказания, и вообще наказание как таковое, это не есть цель, и не должна быть для нас целью. Потому что для нас гораздо большую важность имеет наличие нормальной работающей военной инфраструктуры. Безусловно. И те программы переоснащения, которые сегодня реализуются, они нацелены как раз на это. И мы, как общественность, должны предложить механизмы, которые позволят вот такого рода факты не допускать, и пресекать их не... Когда уже ущерб нанесен? Общественный. И наступили вот последствия преступных действий, не какие-то, которые для нас нежелательны. А, собственно говоря, в процессе выявлять и мочь исправить эту ситуацию. Вот, возможно, громкие и неудобные дела и вопросы, они могут и, скажем так, дестимулировать общественность, участвовать в тех или иных обсуждениях и как-то пресекать и контролировать. Я о том, что вот в понедельник вышла информация, и многие СМИ ее ретранслировали, о том, что Евгения Васильева, которая выполняла управленческие функции обороносервиса, она может быть... остаться на свободе, она... с нее могут снять все обвинения о возможных хищениях и злоупотреблениях. И сам факт того, что бывший министр обороны Сердюков, он не привлечен никак пока и не арестован, а он тоже может дестимулировать общественность и может, скажем так, убить какую-то долю доверия, к сожалению, в этому потрясающему ресурсу за честные закупки, ну и вообще к людям, которые пытаются лоббировать и утверждать и защищать. Вы знаете, вы очень такую фразу, такую правильную, убить доверие к этому ресурсу, смотрите, этот ресурс как раз-таки за то, для того создан, чтобы таких ситуаций не возникали. Это некий элемент общественного контроля и упреждения ситуации. Пример, почти на 4 миллиарда рублей сомнительная закупка в НИИ нейрохирургии имени Бурденко. Понимаете, то есть сообщество через ресурс обратило на это внимание. Жалобы и материалы ушли в Федеральную антимонопольную службу. Мы получили предписание и предотвратили вот то, что потом будет называться там, типа, дела Васильева и так далее. Это первое. Лично мне не принципиально Сердюков и Васильева и что с ними будет. Честно, да. Потому что, ну, во-первых, действительно, всем людям кажется, что они очевидно что-то там украли и так далее. Вопрос не в этом. Вопрос в нашем участии и самого обычного гражданина и бизнес-сообщества. те эпизоды, которые начинали там по ТВ показывать, как целый музей там машину возились и так далее, послушайте, ну а вот где же были те, у кого это увозили и так далее? Почему только после? Да, там письмо, значит, президенту, да, письмо там председателю, но есть и другие возможности. Вот за честные закупки такая, знаете, несомненно, абсолютно точно публичная открытая площадка. Никто там не будет модерировать ни в коем случае какие-то жалобы. Пожалуйста, обращайтесь. То есть функция общественного контроля, она вот для меня это более важно, чем там посадят, извините, Васильеву или там Сердюкова. Мы должны более быть активными. Такие примеры есть, поэтому я бы на этом инцентировал внимание. Ну, вот по поводу Сердюкова и Васильевой, многие военные сейчас говорят, что они, когда присутствовали вот эти всякие возможные сделки, сомнительно, они заявляли, они кричали, они били кулаком по столу и реакции было ноль. тогда я убежден, что при доказательной базе тех же самых людей, которые все это видели и невольными участниками становились, я говорю, не соучастниками, участниками, у них есть все возможности добиться того, вернее, общественного мнения, чтобы виновные были наказаны. Вот, ну, нет сомнений, абсолютно. Поэтому здесь то, что писались, обращались, вы знаете, иногда мы за страховые взносы, пардон, год бились, где-то на промежутке проиграли, потом все равно выиграли. Поэтому идеальной схемы нет. Сейчас мы дойдем до того, что мы написали президенту, он нам там ответил или не ответил, вот все, он виноват в этом и пошли выпивать вечером от горя. То есть, если они видят, повторюсь, доказательная база есть, у меня нет сомнений, что это довести можно до конца дела. Ну, то есть, не исключено, что госпожа Васильева останется на свободе, а бывший министр обороны господин Сердюков, он просто останется в памяти как бывший министр обороны, который что-то там, возможно, украл, но в целом он реформировал и действительно сейчас говорится о том, что он многое делал и действительно реформа была проведена в армии и возможно такие, скажем так, не крупные, не громкие дела, а вот дело, как Николай Тамодин, который вот в МВД заявили, что поставил военному ведомству заведование пригодное для использования, списанное, снятое с баланса армии специальное техническое оборудование и возможно вот эти вот дела, они будут как-то мотивировать, как-то... Мне кажется, что неправильно смешивать общественную работу, экспертную работу и работу правоохранительных органов. Мы с вами можем лишь каким-то образом влиять, содействовать оздоровлению ситуации, но мы не можем и не должны подменять правоохранительную систему, мы не можем и не должны подменять работу судебной системы. Поэтому, что касается истории с Васильевой, истории с Сердюковым, ну, сегодня работают правоохранительные органы, сегодня они нарабатывают какие-то материалы, они, вероятно, представят их в суд и, соответственно, суд, решит исход этого дела. И мне кажется, было бы неправильно все-таки свешивать всех собак на того или иного лица. Иван, извини, я очень уважаю твое мнение, перебью, но все-таки вот эта конструкция, там, суд решит и прочее, ну, настолько, буду прямо говорить, подорвана, вот, значит, объективность и значимость, поэтому я бы, значит, не упоминал бы, значит, этот, видит власти, как вот действительно объективную, я же привожу примеры, послушайте, доказана вина, ущерб на 380 миллионов, там, собрали кучу справок, что он там дерево посадил, и пять лет условно, а в другой ситуации, значит, четыре года, извините, впаяли предпринимателю, это то, что очевидно. Извините, коллеги, я вас перебью, в последней четверти нашей программы мы обязательно продолжим эту тему, звоните нам по телефону 65 10 99 6, вы слушаете программу «Парадокс», она посвящена гособоронзаказу. В эфире программа «Парадокс», меня зовут Александр Кошапов, гость студии «Финам.ФМ» Иван Поляков, гендиректор радиозавода имени Попова, и Александр Бричалов, президент Организации опоры России, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Мы обсуждаем гособоронзаказ, обсуждаем военный бизнес в России, обсуждаем возможности допуска к военному бизнесу в России малого и среднего бизнеса, а также малых и средних предпринимателей с перспективой, возможно, выраст их в крупные предприниматели, поставлять не только бронежилеты, камуфляж, большевозможные всякие аксессуары, но и крупную технику, естественно, при исполнении определенных требований и соблюдении военной тайны, как вот Александр привел пример, что любой сотрудник не должен был даже в шпору написать о том, чем он занимался на заводике, не говоря уже о том, каких-то там вещах, запчастях и технологиях, что нельзя было привести. У меня есть два вопроса, один из них касается нововведения Федеральной службы по тарифам. Ведомство разработало новое положение о порядке ценообразования на продукцию гособоронзаказа. Этот документ печатает коммерсант. Новый порядок отменит документ 1997 года, то есть он отменит так называемые стимулирующие цены гособоронзаказа и позволит фиксировать стоимость на военную продукцию на финише исполнения госконтракта. Ну, чтобы долго не перегружать терминами, скажу, что по мнению Минобороны, таким образом в военном бюджете может быть сохранено до 10, а то и 15% средств ежегодно. С счетом ежегодного бюджета в 2 триллиона, 15% очень серьезная цифра. Есть ли перспективы у нововведения Федеральной службы по тарифам ценообразования? Или здесь больше целесообразность плюс соблюдение норм определенных? Ну, наверное, квалифицированно на этот вопрос способны ответить представители Федеральной службы по тарифам, которые разрабатывали это положение. Мне же все-таки хочется сказать, что себестоимость выпускаемой продукции как основу формирования цены поставляемой продукции напрямую зависит от количества выпускаемых образцов. Потому что, собственно говоря, произвести тысячу танков и произвести один танк в год это не одно и то же в конечном итоге с точки зрения себестоимости. Это очень важно понимать, потому что одно время у нас была практика, когда государственный оборонный заказ планировался и размещался только на один год. Потом мы приложили достаточно большие усилия, чтобы правительство и Минфин перешли, как вы помните, к трехлетнему бюджету, трехлетнему планированию. Сегодня очень распространена практика подписания долгосрочных государственных контрактов, многолетних государственных контрактов. Это существенно облегчает жизнь и работу большому количеству оборонных предприятий, поставщиков образцов авиационной техники, тяжелой техники, сложных комплексов. Поэтому это существенно удешевляет продукцию, во всяком случае позволяет фиксировать цены на продукцию по годам, по которым подписаны те или иные контракты. Поэтому мне кажется, что успех лежит в плоскости прежде всего правильного планирования и не просто планирования, а внедрения практики среднесрочного и долгосрочного планирования. Если бы промышленность, малый и средний бизнес, крупный бизнес знали, какой объем единиц тех или иных образцов техники или услуг государства намеренно потребить до 2020 года, 2050 года гарантированно потребить. Я не говорю о том, что нужно сейчас подписать контракты, но сделать некую аферту, пусть не публичную, пусть какую-то закрытую для сообщества через военно-промышленную комиссию, через профильные организации предпринимателей, чтобы предпринимательское сообщество, чтобы участники рынка понимали, какие производственные мощности и научные коллективы они должны создавать, сколько денег они могут себе позволить инвестировать в создании этих высокотехнологичных производств, на которых эффективно, с минимальными издержками, по адекватной цене будут производиться те или иные образцы техники и поставляться в нашу армию и для нашего флота. Я согласен с Иваном, это не только в оборонзаказе, в гособоронзаказе, а в любом бизнесе прогноз того, сколько ты сможешь произвести, сколько ты готов произвести, зависит от рынка сбыта, поэтому здесь любая модель ценообразования, она зависит в первую очередь от таких, насколько точен будет прогноз, ну и помимо этого, насколько будет в этом информирован рынок. Это первое, ну и второе, какая бы ни была модель, у нас есть такая практика, часто хорошие инновации, хорошие предложения потом превращались как обычно, вот, поэтому здесь, в общем-то, хотелось бы, если это действительно модель рабочая, то, чтобы она, правоприменительная практика соответствовать той идее, которая была заложена в ней. Ну, вот с учетом того, какие сейчас войны ведет мир, и с учетом того, в каких войнах участвует Россия, то есть ни в каких, Россия старается, и слава богу, не участвовать ни в одном из военных конфликтов, вот, что именно вот российскому оборонному ведомству и российской оборонной структуре может понадобиться в ближайшие, ну, скажем, там, 8 лет, до конца десятилетия, ближайшие 7 лет. Ну, помимо, естественно, формы, по мелочам, да, будем говорить, на определенное количество призывников, помимо техники, которая будет выходить из строя и будет нуждаться в замене, помимо каких-то спутниковых систем. Нет, давайте так, хочешь мира, готовься к войне, это истинно, еще никто не отменял, в условиях быстро меняющегося мира, при формировании огромного количества новых центров политических и региональных в мире, развития огромного количества неблагоприятных сценариев политических и военно-политических, мы просто обязаны, если мы хотим быть в безопасности, придавать этому совершенно иное значение и бросить все силы к скорейшему формированию самой боеспособной армии на свете. Вот Александр сегодня приводил пример про американцев и системы закупок, стимулирования малого-среднего бизнеса, инвалидов, это очень хорошо, но я хочу напомнить, что объем затрачиваемых средств Соединенными Штатами Америки на программу обороны национальной безопасности измеряется 700 миллиардами долларов в год. Это то, что нам известно. Я думаю, что на самом деле эти средства и того больше. Я думаю, что под триллион они тратят, по моим личным оценкам. Если бы наша страна тратила такие же деньги, то я уверен, если бы они были в нашем бюджете, то я уверен, что эффективность нашей работы и состояние нашей армии, нашего флота, вообще сфера национальной безопасности и всей военной инфраструктуры было бы в разы лучше, чем сегодня имеют состояние Соединенные Штаты Америки. Поэтому, когда мы пытаемся ругать нас или оценивать нас критически, Россию, руководство России, нашу деятельность, представители оборонного комплекса, я прошу не забывать, что сегодня все-таки абсолютные траты, абсолютные вложения или инвестиции, которые осуществляют Соединенные Штаты во имя поддержания их мощи и проведения их агрессивной внешней политики, потому что по-другому, к сожалению, теперь это назвать нельзя. Это действительно агрессивная политика по защите их консолидированного интереса, по защите их экономического интереса, причем применение, грубое применение, к огромному сожалению, военной силы, нападение на суверенные государства, убийство суверенных лидеров государств, как это произошло с господином Каддафи, никто не стал его привлекать к Международному уголовному суду за какие-то якобы преступления, его просто убили какие-то повстанцы. Я бы очень не хотел, чтобы мы с вами когда-нибудь, когда-нибудь, даже гипотетически и теоретически могли столкнуться с такого рода проблемами в нашей стране. Я считаю, что те усилия, которые прикладывает, огромные, колоссальные усилия прилагают к решению этой проблемы, недопустимости, даже теоретической недопустимости этой ситуации наш президент Владимир Путин, они, извините, того стоят. Поэтому я считаю, что мы со своей стороны должны поддерживать эти усилия, мы должны, что касается меня и моего коллектива, мы делаем свое дело достойно и собираемся его делать, продолжать достойно. И мы поставляли 50 лет, более 50 лет отличную технику вооруженной силы, мы и будем ее поставлять. Ну а если Российская Федерация разовьется до такого уровня, когда объем ассигнований на оборону и национальную безопасность ежегодные превысят триллион американских долларов, в пересчете в рубли, конечно, то я думаю, что и мы, представители оборонного комплекса, и представители малого и среднего бизнеса, и представители крупного бизнеса, и просто граждане, не вовлеченные в этот процесс, будут безмерно счастливы. Хуже уж точно никому не будет. Вот помимо того, что в США очень большие ассигнования на оборону выделяются, там еще и очень низкий процент закрытых закупок. Всего лишь 2% гособоронзаказа. В России более 30%. Работает ли Россия? Вот последний вопрос остался буквально минутой. Да, я говорил именно об этом, не о том, что соизмерим бюджеты, а о закрытости и открытости. Вы сейчас этими цифрами подтвердили, это раз. И второе, это по доле в гособоронзаказе, при том, что у нас квота 15, там как мы, я представил цифры, там более 20%. И помимо этого женщины, инвалиды, участники и так далее. Поэтому вот на этом акцент был. То, что у нас там другие в общем-то видения на взаимоотношения с миром, это спорить не о чем. Поэтому безусловно, вы сейчас сказали на самом деле ключевую фактически фразу, что необходимо пересмотреть тему закрытости вот к той номенклатуре услуг и продукции, которые необходимо оказывать и поставлять обороне нашей. Это все просто и даже в рамках этого бюджета это будет серьезным поспорьем для малого среднего бизнеса и у меня нет сомнений, что будет более высокое качество. Большое спасибо уважаемые гости. Напомню слушателям Финам.ФМ, что мы обсуждали в программе Парадокс гособоронзаказ и перспективы мелких предпринимателей и средних предпринимателей в военном бизнесе России. Гостем нашей программы был президент Организации опоры России и член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александр Бричалов. Надеюсь, еще встретимся. И Иван Поляков, гендиректор радиозавода имени Попова. Звоните уже завтра с двух до трех по телефону 6510996 код города Москвы 8495 Пишите по всем наболевшим вопросам финам.фм на страничку программы Парадокс или других программ, которые вы услышите в эфире радиостанции Финам.фм Меня зовут Александр Кошапов. Теперь уже на следующей неделе мы с вами услышимся в программе Парадокс. А завтра и послезавтра мое место займет мой коллега Александр Векер. Большое вам спасибо. До свидания.